Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 6 ноября, Димитриевская родительская суббота. Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед Днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Установлена после битвы на Акуликовом поле. Первоначальное поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан. С Димитриевской субботой связаны некоторые народные традиции, вероятно, уходящие корнями в дохристианское прошлое. У древних кельтов одним из главных праздников года был Самайн – праздник окончания теплого времени года. В этот день, согласно верованиям кельтов, исчезали обычные преграды между миром смертных и потусторонним миром. Так что люди могли побывать в загробном мире, а духи приходить на землю и даже вмешиваться в дела смертных. Представление об особой близости к обитателям потустороннего мира стало основой для совмещения Самайна с поминовением усопших. Такие обычаи известны и у других народов Евразии. Так учу вашей октябрь считается месяцем особенного поминовения усопших предков, временем проведения юпа-иртерния, то есть поминок. В VIII веке в Риме, а с IX века повсеместно на Западе 1 ноября стало праздноваться как День всех святых. В современной традиции Русской Православной Церкви Дмитриевскую Родительскую Субботу совершается заупокоенная служба согласно XIII главе Типикона. Чтобы помянуть своих почивших родственников церковно, необходимо прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне Родительской Субботы. В это время совершается Великая Панихида или Парастас. Все тропари, стихиры, песнопения и чтения Парастаса посвящены молитве за умерших. Утром, в саму поминальную субботу, совершается заупокойная Божественная Литургия, после которой служат общую Панихиду. Если нет возможности в эти дни посетить храм или кладбище, можно помолиться об упокоении почивших в домашней молитве. Вообще, Церковь заповедует нам не только в особые дни поминовения, но каждый день молиться об усопших родителях, сродниках, знаемых и благодетелях. Для этого в число ежедневных утренних молитв включена следующая краткая молитва. «Упокой, Господи, душ усопших раб Твоих, родители моих, сродников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им вся согрешение, вольное и невольное, и даруй им Царствие Небесное». Имена удобнее прочитывать по помяннику небольшой книжечке, где записываются имена живых и усопших сродников. Существует благочестивый обычай вести семейные помянники, прочитывая которые и в домашней молитве, и во время церковного богослужения. Православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков. Необходимо помнить, что молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь, отшедшим в мир иной. Покойник не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе. Все это есть лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве, ибо не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Господа. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднование иконе Божией Матери всех скорбящих радость и память святых. Мученика Арефы и с ним множество мучеников – преподобного Зосимы Верховского, блаженного Елизвоя, царя Эфиопского, мученицы Синклетики Негранской и двух дощерей Ея, святителя Афанасия I Константинопольского патриарха, исповедника Георгия Карселидиса, Арефы, Сисоя и Эфиофила, затворников Печерских в ближних пещерах, исповедника Арефы, Митрионина и Ромонаха, священномученика Петра Богородского пресвитера, Алексея Порфирьева пресвитера и Лаврентия Князева, епископа Балахнинского, Алексея Нейтгарда, Иоанна Смирнова пресвитера и Николая Никольского пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok